В физкультурно-оздоровительном комплексе Надянова прошел матч чемпионата России по баскетболу среди женских команд. Амички из Нефтяника на домашнем паркете встретились с командой Спарта и К2 из города Видное. Амички из Нефтяника на домашнем паркете встретились с командой Спарта и К2 из города Видное. Всю игру омская команда вела по количеству бросков и подборов. Итогом встречи стал счет с перевесом в 9 очков 57-48. Мы с каждой игрой становимся сильнее, сплоченнее, находим какое-то понимание игр в этом сезоне гораздо меньше. Поэтому нам нужно использовать каждый момент для того, чтобы наладить, не наладить, а улучшить командную химию. Ну и баскетбольные компоненты, конечно, там где-то скинуть передачку, забить свои какие-то, ну и это опыт. Вовские все-таки реально опытные игроки, а у нас просто 2-3 больших, и тем более, ну, было реально очень тяжело отскок, тем более новый зал, мы все равно не привыкли. Думаю, поэтому. После матча министр спорта Дмитрий Крикорьянс от имени губернатора региона Александра Буркова поздравил омскую команду с победой и 55-летием клуба. На сегодняшний день вот наша команда, не в тяне, а в баскетбольной, женской, это зеркало нашей души, нашего омска, нашей омской области, потому что девчонки отдаются игре полностью. Эмоции Елены Ивановны и ребят-тренеров, ну, они нельзя как-то вот повторить. Это большая, хорошая игра, это 7-летняя история наших медалей в Суперлиге Чемпионата России баскетболу. Суперлиге Чемпионата!